Хочу от вас услышать профессиональные комментарии. Может, вы нам тайны какие-то раскроете, потому что буквально шпионские страсти разыгрались у нас на глазах, которые обсуждают сейчас буквально все. И не дня без строчки. Каждый день приходят какие-то новости. А имею я в виду то, что буквально на днях произошел взрыв в кафе в Петербурге, которое принадлежит Пригожину. В этом кафе свой творческий вечер проводил военный пропагандист русский Владлен Татарский. Но это его не настоящее имя, как и вся его биография, в общем-то. Потому что если взять и пройтись по биографии, оказывается на поверку обычный преступник, сидевший, сбежавший, переметнувшийся на сторону русских оккупантов. Прославился он фразой, это я для наших зрителей, кто не знает еще, «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим». Ну вот, собственно говоря, этот человек... Но нет, вы не самое главное не сказали, что он эту фразу произнес на приеме Путина. Правильно. В Кремлевском дворце. Вот так этот человек жил. Умер он от взрыва, который прогремел в этом кафе в Петербурге от статуэтки. Это его бюст, ему принесла... Ну, якобы от статуэтки. Да. Ну, я пока вот сейчас такую версию изложу, которая сейчас есть, а вы меня, если что, дальше поправите и расскажите то, что вы знаете. Статуэтку, которую принесла ему одна из слушательниц, якобы поклонниц, как мы выяснили позже, скорее всего, зовут ее Дарья Трепова, которая сейчас задержана. Вот в эту статуэтку была заложена взрывчатка на дистанционном управлении, и когда эта статуэтка оказалась у него, она взорвалась, он погиб, там никто другой не погиб, люди просто есть, которые в больницу попали. А это Дарья Трепова, сейчас задержана. Она находится под Пидвартою, хотела сказать. Она находится в заключении, и ей грозит до 35 лет заключение по статье о терроризме. Вот, Геннадий Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, кто это сделал? Потому что русские пытаются найти украинский след, а украинцы и украинские спецслужбы, вот сегодня, кстати, разведка прокомментировала и сказала, что указав на Путина и на то, что это их внутренние разборки. Ну, мне кажется, больше все-таки я склоняюсь к украинской версии. Это у меня работает, этот навигатор мне поправляет. Вот, значит, я думаю, что тут, смотрите, тут очень совершенно не бьется украинская версия. Ну, во-первых, смотрите, она... Взрыв произошел непонятно от чего. Якобы от статуэтки. Возможно, я не исключаю. Но я также не исключаю, что это специальная операция прикрытия, а взрывчатка могла быть заложена кем-то и в совершенно другом месте. Почему я к этой версии, так сказать, присматриваюсь внимательно? Ну, вот обратили внимание, там этой девушке берут показания, она говорит, да, мне подставили, меня попросили подарить статуэтку. Я, конечно, не знал. Она там действительно сама на первом ряду сидела. И при этом, так сказать, если там действительно этой статуэтке было заложено взрывное устройство, ее могло там и контузить, и ранить. Но человек, который знает, что сейчас произойдет взрыв, так спокойно не будет сидеть. Если только у нее взрыватель не в кармане. Вот. Поэтому вот это первое. Потом, когда ей спрашивают, ну, а кто вам передал статуэтку? Она говорит, а вот это я вам скажу чуть позже. Я вот в эти процедурные хитрости в Следственный комитет совершенно не верю. Почему я в них не верю? Потому что они сначала кладут мордой в грязь, ломают руки и ноги, пытают, не пускают адвокатов, проводят незаконные обыски и все, что угодно с людьми делают. И ничего. А потом появляется адвокат. А тут они решили не спрашивать у нее, что же там с ней произошло, кто ей передал эту статуэтку. Может быть, это уже человек находится в бегах, а они будут сидеть ждать адвоката. Но я вот не верю в эти политесты страны Следственного комитета. Там работают уже давно отморозки, которые плохо вообще понимают, с какого боку нужно читать Уголовно-профессиональный кодекс. Второй момент очень меня настораживает, что уж очень похоже на операцию прикрытия. Кафе принадлежит Пригожину. Если эту версию рассматривать, что какая-то радикальная отмороженная организация совершила для того, чтобы обозрить ситуацию, ну, Пригожин, он может... Я не обвиняю, просто, что Пригожин как раз из этих радикальных криминальных организаций, которые готовы там что-то обострять. А почему там не допустить, что это взрывное устройство было заложено в трибуну, а вся эта статуэтка, все эти самые там девушки, юноши, они всего лишь операции прикрытия. Или это могли делать спецслужбы, или это могли делать отмороженные радикальные организации, или это могли сделать влиятельные друзья, которые дружили и с Дугиной, и с этим парнем, как он, татарский, да, его там, седоним. Вот. И одна от взрыва погибла, второй погиб от взрыва. А может, они там просто что-то не поделили, какие-то серьезные деньги, которые пилили там откровенно, так сказать, и самоотверженно. Вот. Мы не знаем. Но в любом случае, вот если мы берем украинскую версию, что против нее говорить? Ну, гипотетически, конечно, может быть, любая версия. Вплоть до того, что прилетели инопланетяне и решили таким образом ответиться на Земле. Но что говорит против украинской версии? Против украинской версии говорит, первое, калибр. Ну, извиняюсь за выражение, Рылом он не вышел на какого-то там серьезную фигуру, которая там что-то где-то отомстила. Вот там, что, некому было отомстить, что ли? Некому было, так сказать, подвергнуть какой-то экзекуции, но, к сожалению, не того калибра. Был бы там какой-нибудь видный военачальник или видный министр, должностное лицо. Ну, как украинские соцсети начали шутить, они мемами разразились и давали кадр из служебного романа, где герой Мехкова с вот этой большой статуей и с подписью почта Соловьеву. Ну, да, что-то вот наподобие могло бы быть. Это второе. И потом все-таки, ну, украинские спецслужбы, что они так действовали в Питере, ну, это очень сомнительно. Это очень все-таки большой риск, огромный риск, чудовищный. Ради чего? Ради какого-то там отмороженного парня, который там явно больной наголо, потому что он то банк грабит, то там идет на какую-то войну, то вдруг заделался каким-то блогером, чуть ли не военным корреспондентом. Ну, не та фигура, не та фигура. И вот чудовищный риск фактически создания резидентуры. А потом ведь, ну, хорошо, украинский след, вот они, Следственный комитет. Меня очень смутило утро следующего дня, когда Следственный комитет на голубом глазу, не найдя это Трепова или Трепову, не допросив свидетелей, не обработав еще материалы там, экспертиз и так далее и тому подобное, вдруг заявляют, что они уже раскрыли это штабы Навального, которые там продались украинцам и ведут террористическую деятельность для территории России. Ну, в общем-то, если бы не вот это пропагандистское заявление, еще можно было бы как-то послушать, но когда уже началась галимая пропаганда, галимая, так сказать, там, выдумки и придумки, ну, это все как-то плохо увязывается в серьезные следствия. В серьезные следствия так не работают. Это вот когда по заказу что-то нужно вякнуть, объявить, так сказать, там, кого-то бросить тень сомнений, это вот они так делают. Поэтому у меня очень большие сомнения вообще в, так сказать, вот в этой версии, а я ее практически ставлю там на самое последнее место, а на мой взгляд, первая версия, это финансово-коммерческая разборка, которая идет там дальше, как началась с Дагиной, так вот она идет дальше по этому. Татарскую, может, еще. То есть вы имеете в виду, что есть деньги, которые Кремль выделяет для работы своих пропагандистских этих всех шавок? Нет, да нет, да ну что вы, это не те деньги. Это могли быть деньги, которые, ну, скажем, там, пили, дербанят, я не знаю, там, на какие-нибудь программы, на вооружение, на строительство, на снабжение армии, там, на что-то еще. То есть вот такого плана деньги. Там были приличные деньги, и эти деньги могли быть распилены, они могли быть нечестно поделены с точки зрения там участников. Вот финансово-коммерческая такая вот эта разборка, раз, версия. Вторая версия, все-таки, это либо радикализованные какие-то организации для каких-то своих целей, либо это может быть даже спецслужбы, либо под их контролем, либо самостоятельные спецслужбы могли это сделать. Ну, тоже немножко мелковатые для спецслужб, но все-таки гипотетически это можно предложить. И там на самом последнем месте украинский след, я его там не вижу. Ну, плюс еще и эти же радикальные ребята, они же уже и Путина начали критиковать. То есть, по сути, это сейчас критика Путина зачистилась? Не-не-не-не, ну, это все позволяет. Это даже не позволяется, а приветствуется. Потому что, когда Гиркин критикует Путина и говорит, я был бы на месте главного командующего, я бы там сейчас ядерным оружием ударил, туда бы двинул, здесь двинул бы, тут бы открыл стрельбу, тут еще чего-то. И это специально делается, потому что ты сможешь сказать, да, конечно, Путин мерзавец, но все-таки Гиркин намного хуже. Уж лучше пусть Путин. И вот это вот, лучше уж пусть Путин, чем все остальные, это тоже один из элементов кремлевской пропаганды, один из ходов кремлевских вот этих всяких игр, для того, чтобы Путина выгородить на фоне совершенных отморозков более-менее приличным человеком. Поэтому это разрешенная критика. Вы что думаете, там они с Гиркиным целимойлись бы? Да они бы в один момент сковырнули бы, посадили бы в Лефорта на перевоспитание или там кого-то еще. Он же им полезен. И раз он им полезен, вот ему и позволяет это все дело.